Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Организации предпринимателей, сфер, которые признаны наиболее пострадавшими из-за коронавируса, если их доходы снизились в первом и последующих кварталах 2020 года минимум на 10%, или если был получен убыток. До 1 декабря в ФНС необходимо подать заявление и обязательство соблюдения условий отсрочки образцы документов на сайте ФНС. Если необходима рассрочка более чем на полгода, нужен график погашения задолженности и обеспечения в виде залога, поручительства или банковской гарантии. Программа Экономика. 26 предпринимателей смогли получить кредиты на зарплату, еще 129 получили реструктуризацию действующих кредитов. Данные за первую неделю предоставления мер поддержки бизнеса приводит Кировская Минэкономразвития. Программа действует в четырех банках. В Кировской области это ВТБ, Сбербанк, Промсвязь, Банк и Открытие. В нашем эфире владелица студии маникюра «Делай ногти» Екатерина Вершинина рассказывала о своем опыте попросить кредитные каникулы в одном из банков из тройки крупнейших. Мне сказали, что такого у нас полномочий таких нет. Подтверждаю. По кредиту, как она у вас остается, такая она и будет. И никакой отсрочки платежа ее нет. Те субъекты предпринимательства, которым удалось получить льготные кредиты на зарплаты, взяли деньги на 850 сотрудников. Правительстве отмечают, что столько рабочих мест сохранено благодаря кредитам. Наибольшую активность при обращении за поддержкой проявили предприятия общепита и торговли. Экономика на 101 ФМ. Арбитражный суд не стал снимать арест из денег БХЗ. 140 миллионов арестованы с мая прошлого года по заявлению «Энергосбыт плюс» о привлечении к ответственности за создание схемы уклонения от погашения долгов за электроэнергию. Делом занимается арбитражный суд Свердловской области. Снять арест БХЗ просил из-за необходимости вложений в производство антисептика. Суд это основание еще неудовлетворительным, не увидев необходимых доказательств. В «Энергосбыт плюс» отмечают, что в Кировский биохимический завод крупнейший должник за электроэнергию в регионе. Сумма долга более 400 миллионов рублей. Экономика. В завершении валютах доллар сегодня 74,72 евро 80 рублей 25 копеек. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» 101ФМ Программа «Экономика» 101ФМ